Ян Йоффе Добрый день, Анатолий, добрый день, радиослушатели. Великий английский историк Тамас Карлайл писал, что история человечества — это биографии великих людей. Возможно, что история криминального мира — это тоже биографии знаменитых бандитов. Один из наших радиослушателей попросил рассказать о колоритной фигуре известного одесского налетчика Мишки Япончика. В криминальном мире России были фигуры намного более крупного масштаба. Ведь совсем недавно, в начале 90-х годов, всю Одессу держал в руках криминальный авторитет Виктор Кулинар по кличке Барабос. А если сравнить Мишку Япончика с американскими мафиозниками типа Эл Капона, Джан Готи, Карла Гамбина, Джосеф Банана, Бакси Сигал, Мейер Лански, Дач Шульц и так далее, то его даже трудно было бы заметить под микроскопом. Мишка Япончик не столько реальный большой бандит, сколько легенда, созданная в первую очередь талантливым писателем Исааком Бабелем, выведшим Япончика в своих одесских рассказах по имени Бенек Рик. В некоторых фильмах роль Мишки Япончика играли хорошо известные актеры, как Ниголай Губенко, Михаил Водяной. Есть несколько и песен, написанным Розенбамом, посвященные Мишке Япончику из его одесского цикла. В Одесском музыкальном театре в начале 60-х годов было даже оперета, где в одной из ролей появился Мишка Япончик. А не так, главное, в России прошел многосерийный телевизионный сериал «Жизнь и приключения Мишки Япончика» в главной роли актера Евгений Скачук. Как и любой сериал, историческая достоверность в нем, конечно, в нем очень мало. Авторы перепутали все, что могли. Но на то он и сериал. Главное, чтобы зрителям было интересно. Кто ж такой Мишка Япончик? Настоящее имя – Мойша Яков Винницкий. Родился он в селе Гонта Херсовской губернии в бедной еврейской семье 30 октября 1891 года. Убийц на железнодорожном вокзале города Вознесенска, той же губернии, 4 августа 1919-го. В пересталке с красноармейцами. Так что прожил он совсем немного. Всего лишь 28 лет. У Япончика было 4 брата и сестра. Братья погибли в гражданскую войну. Отец умер рано, когда Мишке Япончике было только 6 лет. Вся тяжесть воспитания детей легла на мать. Семья жила на Молдаванке в Одессе. Молдаванка – это колоритный трущобный район, где проживали цыгане, греки, молдаване, евреи, грузчики, рыбаки и десятки других национальностей. Процветала преступность и нищета. В 1905 году, во время Одесского погрома, Мишка ему тогда было 13 лет, уже принимал участие в отряде еврейской самообороны. Затем он примкнул к анархистам. И немного позднее он убил полицмейстера Одессы. Был осужден при смертной казни. По молодости ему заменили наказание 12 годами тюрьмы. Вышел на свободу по амнистии во время февральской революции 1917 года, отсидев 10 лет. Клишку Япончик он получил за свои раскосые глаза. Выйдя из тюрьмы, быстро сумел организовать вокруг себя одесскую шпану. Эту группу бандитов также называли обдиралисты. Они оббирали и грабили богатых горожан, совершали нападения на банки. Мишка создал себе репутацию благородного бандита, этакий Робин Гуд. Грабил богатых, помогал бедным. Но он не только ограбил, один раз даже ограбили его. Когда он был где-то в ресторане или еще где-то, группа бандитов ворвалась в дом его матери. И, угрожая ей пытками, заставили, чтобы она скрыла тайник, где он хранил золото и деньги. Так что бандит бандитом, но его тоже грабили. В декабре 1917 года его банда захватила публичный дом в Одессе и устроила там себе штаб-квартиру. А в январе 1918 япончик и его бандиты напали на полицейский участок и сожгли всю картотеку уголовного мира Одессы. В конце этого года, когда французские войска эвакуировались из Одессы, банда япончика напала на тюрьму и освободила всех находившихся там уголовников. Уже в начале 1919 года мишка япончик активно сотрудничал с большевистским подпольем Одессы, в том числе с Григорием Котовским, тоже знаменитый бандит, потом стал героем гражданской войны. В апреле Одесса перешла в руки красных и япончиком назначили начальником бронепоезда, который участвовал в боях против атамана Григорьева. В мае 1919 года мишка япончик получил разрешение сформировать отдельный отряд в составе 3-й Украинской Красной Армии. Позднее его отряд переименовали в 54-й полк имени Ленина. Адъютантом мишка япончика стал мэр Зейдер по кличке Майорчик. Полк япончика подчинялся бригаде Котовского в составе 45-й стрелковой дивизии под командованием Георгогражданской войны Иона Якира. Этот Ион Якир, как вы знаете, под ней стал командующим киевским военным округом и был расстрелян по делу Тухачевского в 1937 году. Ну, бандиты япончика, теперь уже ставшие бойцами Красной Армии, участвовали в боях против Петлюры. Отличались они не в боях, конечно, а в пьянстве и грабежах. И дезертировали, и отличались также мастрым дезертирством. Так, из первоначальных 2000 отправленных на фронт бойцов, на фронт пришли только 700 бандитов. Да и те побросались сразу за оружие и разбежались в первых же столкновениях с петлюровцами. По дороге они захватили поезд и заставили машиниста ехать в Одессу. Однако до Одессы поезд не доехал. Он был остановлен спецотрядом большевиков «Япончик». И его телохранители пытались оказать сопротивление, но были убиты прямо на пороге, на перроне вокзала. Еще 54 бандита бежали на дырку, в какие-нибудь лаврии, их убили. Ах, михалили из Техарусского. Ушел только один. На решение шарова, ах, михалили из Техарусского. Он был остановлен в Техарусе, через себя, в улице Львовского, в Сиденьшем, в Сарайи. Уборщая путь была жила Целья Арман и дочь. После гибели мужа Целья уехала из России. Некоторое время жила в Бомбее, Индии, а затем перебралась в Париж. Так что, по сравнению с американскими гангстерами и мафиози, Мишка Япончик – какая-то бледная, жалкая фигура. Некоторые американские бандиты тоже стали знаменитостями. Ну, возьмите, например, Джан Готи, чей портрет красовался на обложке «Ньюс Уик». Он также мог, он тоже может заявить, что у него было много фанатов по всему миру. Фильм «Крестный отец», где играли все американские знаменитости от Брэнда до Эл Пучино, до Ниро. И вообще, этот фильм пропел гимн мафиозникам. В этом фильме они показаны как, ну, люди, которые бдят семейные, ценят больше всего на свете, ценят семейные ценности. Образы мафиози в кино совсем не похожи на реальных бандитов. Гангстеры – не герои, не знаменитости, которые делают что-то чрезвычайное. Это жестокие бандиты, ракетиры, убийцы. Бессморно. На каком-то уровне они вызывают интерес у публики. Но не следует забывать, кто они на самом деле. Давайте поговорим немножко о американских известных мафиозников еврейской национальности. Мейер Лански, по прозвищу Литтл Мэн, маленький человек. Дальше Ульц, летающий голландец. Арнольд Ротштейн, глава американских мафиозников в Нью-Йорке. Бенджамин Сигл, по кличке Багзи. Хайм Вайс, это тот, чьи бандиты несколько раз пытались убить Эл Капона. И многие другие. Удивляться тут особо не приходится. Как-никак, почти все они эмигрировали в Америку в детском возрасте из России. Со своими, с тем традиционным криминальным миром России. Да и попали в Нью-Йорк, где на Иссайде и в других бедных районах города можно было пройти хорошую школу итальянских и ирландских мафиозных банд. Начнем с короля, Мейерландский. Ну, о нем вы читали, вы видели его и в фильме «Крестный отец». Макиавелли писал в своем известном помпфлете «Принц». Принц, который во всех делах будет стараться быть хорошим, будет уничтожен теми, кто делает зло. Поэтому принц, который желает сохранить себя, обязан научиться не всегда быть хорошим, особенно, когда этого требуют обстоятельства. Легендарный американский гангстер Эл Капоне представляет себя то, что ассоциируется с традиционными бандитами. Автомат, спрятанный в футляре для скрипки, вымогательство денег у бизнесменов с применением угроз и физической расправы, незаконное производство алкоголя, торговля наркотиками. Его современник, Мейерландский, представляет противоположность. Ум, образование, изощренность проведения гангстерских операций и уважение уголовного мира. Умный еврейский мальчик, оказавшийся по другую сторону закона. Он был мафиозный банкир, кто только его не расследовал. И налоговое управление Соединенных Штатов за неуплату налогов, и иммиграционные службы хотели его депортировать. За ним следило Федеральное бюро расследований, чтобы собрать достаточно доказательств для придания его суду. Вкратце, для министра юстиции Соединенных Штатов Ланский был первоочередной целью, один из самых больших криминальных авторитетов в Соединенных Штатах. Он родился в 1902 году как мэр Сухов-Лянский в городе Гродно, ныне Республика Беларусь. Ему было 10 лет, когда его родители Макс и Ета решили эмигрировать в Америку. Макс уехал первым, работал два года, чтобы скопить необходимую сумму на билеты для остальных членов семьи. 8 апреля 1911 года мэр и его младший брат Яков прибыли в Америку. Семья поселилась в Бруклине, где отец работал в прачечной гладильщикам белья. Он уже поменял фамилию его отец на более короткую и удобную для произношения Ланский. Мэр пошел учиться и в школе зарекомендовал себя как блестящий студент с большими математическими способностями. Но финансовое положение семьи ухудшилось, и они вынуждены были переехать в Лоуэр-Истсайд, Манхэттен. В те времена этот район кишел всеми видами нелегальной активности. Проституция, карточные игры на каждом шагу была пивная. Вскоре со своими математическими способностями Мэр нашел способы зарабатывать неплохие деньги, особенно ставя пари на азартных играх. Здесь же он познакомился еще с одним еврейским мальчиком, впоследствии ставшим одним его из самых близких друзей, Бенджамин Сигал, он же гангстер по кличке Бакси. Сигал был крупный, задиристый, агрессивный. Ланский всегда оставался спокойным, вежливым и расчетливым. Они хорошо дополняли друг друга. Вскоре к ним присоединился еще один парень. Молодой лидер банды, состоящий из выходцев из Сицилии, звали его Сальватори Лучиан. Он вошел в историю по кличку Лаки Лучиана. В то время на Нижнем Исайде были три главных района. Еврейский, итальяно-сицилийский и ирландский. В каждом были свои банды, свои правила. Но когда нужно было объединяться, евреи всегда были вместе с итальянцами против ирландцев. Нужда в семье заставила мэра Лански бросить школу и пойти работать. Ему было 15 лет. Через три года в Америке был принят известный так называемый Волстед Акт. И он вошел в историю под названием Сухого Закона, который запрещал продажу и производство алкоголя. И для мэра и его друзей открылись неограниченные возможности обогащения, которое им любезно предоставило правительство Соединенных Штатов. Основываясь, конечно, на высоких принципах морали и религии, алкоголь — это зло, нужно с этим злом бороться всеми средствами. В начале Мейер, Сигел, Лучиана работали на одного из самых известных в Нью-Йорке гангстеров — Арнольда Ротштейна. А затем Лански открыл в Нью-Йорке несколько своих игорных бизнесов, где из-под полы продавались алкоголь. К бизнесу он подключил и своего младшего брата Якова. Лански старался вести бизнес без насилия, больше полагаясь на свою голову, чем на автомат. «Мы должны вести бизнес, как Форд Мотор Кампани», — говорил он, — учиться у них. Стрельба и убийство — самый неэффективный способ вести бизнес. Продавец машины Форда не стреляет в продавца машины Шевроле. Он старается переиграть его, предлагая лучшие цены и сервис. Несмотря на все меры предосторожности, которые предпринимал Мейер, он все же был арестован в марте 1928 года. Ему было предъявлено обвинение в убийстве. Согласно полицейского расследования, Миланский и его друзья, включая Бенни Сигала, захватили некого Джана Боретта, которого они подозревали, что он их как-то предал. Отъехав на заброшенный пустырь, они выбросили его из машины и открыли огонь из пистолета. Получив четыре пули, тот каким-то образом остался в живых, добрался до полиции, где сообщил все, что он знал о покушении. Но перед судом, очевидно, он получил угрозы от бандитов. Он передумал и забрал обратно все свои показания. С 18-го по 1931 год, это вот этот период с 18-го лет до того, как до 1931 года, Миланский был арестован семь раз. Семь раз появлялся в суде. Но каждый раз из-за отсутствия твердых доказательств его отпускали. Только один раз он был приговорен к тысяче долларов штрафа за нарушение сухого закона. На 28-м году своей жизни Миланский женился. Брак оказался неудачным. У него родился сын с врожденным пороком спинного нерва. Мальчик был прикован к инвалидной коляске. Миланский не жалел никаких денег на его лечение, но особых результатов он не достиг. Основной бизнес мэйера Миланский был в Нью-Йорке. Но 5 декабря 1933 года Конгресс отменил сухой закон, и Миланский стал активно участвовать в игорном бизнесе. Арнольд Ротштейн вовлек Миланский в участие в казино, построенном в Саратоге. В 1938 году Миланский познакомился с кубинским диктатором Батиста, который, зная, какие огромные деньги приносит казино, был очень недоволен ведением игорного бизнеса на Кубе. Многие американцы предпочитали ездить играть в Пуэрто-Рико. Батиста хотел, чтобы Ланский навел порядок и вернул игорный бизнес на Кубу. Ланский прилетел в Гавану с группой своих друзей. Вначале они навели порядок на ипподроме, ведя драг-тест до лошадей, вели они также электронное табло с отсчетом времени. Прекратился обман, люди поверили в честность лошадиных гонок, потекли деньги. Затем Ланский взялся за казино и открыл новые игорные дома в хотеле «Нэйшенал», пользовавшейся хорошей репутацией и приносившей большой доход. В феврале 1947 года он развелся со своей женой. Его жена Анна много лет страдала тяжелой формой депрессии. К моменту развода у них уже было трое детей. Два мальчика и одна девочка. Мэйрландский выплачивал деньги на содержание детей. Наверное, их было достаточно для нормальной жизни, но они не были очень большими. Так что особой щедростью он здесь не отличился, учитывая, что он был очень богатым человеком. Игрный бизнес продолжал развиваться. Вместе с известным нью-йоркским гангстером Франклитом Костелло они открыли новый клуб в Нью-Орлеане. А вскоре в июне 1947 года в Лас-Энджелесе был убит его старый друг и партнер Бенни Сигал. В интервью с израильскими журналистами впоследствии Ланский категорически отрицал свое участие в убийстве. Через два года после развода с Анной Мэр женился на Телма Шварц. Свадьба состоялась в Гаване. Этот брак оказался более удачным. Но постепенно власти взялись серьезно за игорный бизнес. В сентябре 1952 года Ланский и еще пять человек предстал пред Грэнджюри. Им было предъявлено обвинение в конспирации, незаконном игорном бизнесе и обмане. Ланский отделался легким испугом. Штраф 2,5 тысячи долларов и три месяца в тюрьме. За хорошее поведение его отпустили на месяц раньше. В 1952 году кубинский диктатор Батиста был переизбран на второй срок. И он опять пригласил мэра Ланский привести в порядок игорный бизнес на Кубе. Сделать его более прибыльным. Ланский открыл в Гаване новый роскошный отель «Ривьера». В октябре 1957 года известный гангстер Альберт Анастасия был убит в парикмахерской отеле «Шератон» в Нью-Йорке. Как раз в то время, когда он собирался купить строящий в Гаване новый отель «Хилтон». Был ли Ланский организатором этого убийства? Полиция допрашивала его, но не нашла никаких улик, отпустила. Но бизнес Ланский на Кубе подходил к концу. В ночь на новый 1958 год в Гавану вошли революционеры Кастро. Началась новая эпоха. Все американские бизнесы были конфискованы. Кстати, чтобы вы знали, с 1 мая вот этого года, совсем недавно, правительство Трампа разрешило американцам, чья собственность была конфискована в Гаване 60 лет назад, подавать иски в американские суды против тех новых собственников, которые пользуются этой собственностью. Два иска уже подана. Один против круизной компании «Карнавал», который использует причал в Порту Гаване для своих кораблей. Когда-то этот причал принадлежал американцу, сын которого сейчас живет во Флориде. Сын этот человек не бедный, он нейрохирург, но думает, что лишние деньги, конечно, если он выиграет этот процесс, не помешает. Революция на Кубе нанесла колоссальный удар по личному богатству мэра Лански. Он потерял почти все. Его здоровье резко ухудшилось. Инфаркт, госпиталь. Это там, на больничной койке, он смотрел ТВ, телевизионную передачу о мафии в Америке и сказал, организованная преступность в Соединенных Штатах больше, чем United States Steel. Это большая компания, производящая сталь в Америке. Хотя Лански был наиболее влиятельной фигурой в криминальном бизнесе, в последние годы он вел тихую, такую спокойную жизнь, проводя время в своем доме в пригороде Майами. Жизнь вроде была тихая, но FBI, которая подслушивала телефонные разговоры мафиозных боссов, вскоре узнала, что его бизнес в Лас-Вегасе приносит ему один миллион долларов в год дохода. Не забудьте, что в 60-е годы это были большие деньги. Тогда же, в 60-е годы, Лански стал переводить часть своих денег на Багамские острова. То, что сейчас мы называем офшоры, или это такой способ перевода денег лаундеринг, это способ, как избежать налогов. Схемы были запутанные. Из Лас-Вегаса деньги переводились на Багамы, оттуда деньги переводили в Швейцарию, а потом где-то следы всех этих переводов терялись. Одно время Федеральное бюро расследований оценивало состояние мэра Лански в 300 миллионов долларов. Это, конечно, не мишка япончик и ограбление Одесского банка, которое принесло бандитам 10 тысяч рублей. Угроза ареста привела к тому, что Лански в июне 70-го года решил получить израильское гражданство и переехать туда на постоянное жительство. Он уже был там ранее, две недели, ему понравилось. Но пресса подняла большой скандал. Американский гангстер едет в Израиль. Израильское правительство отказало ему в получении гражданства. 11 сентября 1972 года Верховный суд Израиля подтвердил правомерность такого отказа. Лански пытался убежать из Соединенных Штатов. Его маршрут в Швейцарии, оттуда Рио-де-Жанейро, затем Буэнесс-Айрес. Там его задержали в аэропорту и вернули в Соединенные Штаты. Он прибыл в Майами 7 ноября 1972 года. И перед тем, как появиться в суде, был прямо с аэропорта доставлен в Малтинан Хоспитал в Майами. И диагноз еще один инфаркт. Между тем в судах продолжалось слушание его дела. По первому случаю неуважение к суду. Его оправдали. По второму случае тоже. А по третьему в связи с плохим состоянием здоровья отложили слушание до 3 ноября. А затем министр снял с него все обвинения. Пришло время для небольшого перерыва и продолжим. Друзья, дамы и господа, мы с удовольствием возвращаемся в авторскую программу Яна Йоффа «Страничка истории». К сожалению, сегодня по некоторым независимым от нас техническим причинам мы не сможем принять звонки. Поэтому заранее просим прощения. И, Ян, давайте продолжим с удовольствием слушать историю про гангстеров. Ну, давайте. Миру исполнилось 75 лет. Усталый, больной. Он любыми путями пытался добиться права выехать на постоянное жительство в Израиль. Даже написал письмо премьер-министру Минахему Бегину, умоляя его отменить решение Верховного Суда. Когда Бегин отклонил его просьбу, он нанял лойера, который начал хлопотать от краткосрочной визы. Ему разрешили под залог 100 тысяч долларов. Но мейер отказался. Его возмутил тот факт, что только с него одного просит деньги за краткосрочное посещение Израиля 100 тысяч долларов. Последний год жизни мейера он продолжал тяжело болеть. К сердечным проблемам добавилась еще одна рак легких. Он умер 15 января 1983 года в Малсинай хоспитал в Майами. Похороны были скромные, такие, семейные. Никакого сравнения с похоронами русских авторитетов, воров законе с этими кавалькадами машины соти дорогих марок, с этими скульптурами надгробиями на кладбищах. У мейера здесь все было проще. Скромная могильная плита, его имя, дата рождения и смерти. В Нью-Йорк-Тайвз появился некролог, в котором писалось. Он мог бы стать председателем директоров компании Дженерал Моторс, если бы он занимался легальным бизнесом. Но Ланский пошел своим путем. Решил стать по другую сторону закона. И тыс хизуэй. Вот так закончилась карьера и жизнь мейера Лански. Конечно, американских бандитах, американских мапстерах, и можно говорить и долго, и потому что было-то их много. Есть, например, в книжке Лорена Картера «Mapster in History in the United States The Most Evil». Тут, наверное, перечислено два десятка таких крупных американских авторитетов. Но если, наверное, кто-нибудь когда-нибудь составит книжку, она, по-моему, в России уже есть, типа там «Бандитский Петербург» или прочее, русские авторитеты современной России, наверное, книжка была бы и потолще, и побольше. Но бог с ними, с этими бандитами. Сейчас немножко у меня времени осталось, вот о чем бы я хотел с вами поговорить. Но, как вы знаете, в это воскресенье произошел трагический случай. В московском аэропорту произошла аварийная посадка самолета. Это был рейс и рейс. Летел такое хорошее время из Москвы в Мурманск. На борту было там 78 пассажиров. Буквально через несколько минут после взлета летчик попросил аварийные посадки вернуться в аэропорт. Время, в котором проходил полет, было не очень благополучно, погодные условия были неблагоприятные. где-то на высоте 2-2,5 тысячи метров проходил грозовой фронт. И, наверное, и скорее всего, расследование сейчас идет полным ходом, но, очевидно, молния ударила в самолет. Само по себе это уже не такое чрезвычайное происшествие. Это бывает довольно часто, и самолеты оборудованы такой защитой специальной. но все же это очень штука опасная и не столько для самого самолета, сколько она может вывести из строя электронику на борту самолета. Самолет, который выполнял рейс, это новый самолет русского производства, компания «Сухой», называется «Джет 100», «Джет 100». К сожалению, у этого самолета очень неблагоприятная история. Впервые он совершил свой пробный рейс, это было ровно 10 лет тому назад, и вот с тех пор у этого самолета было 7 крупных неприятностей в разных местах, в разных странах, ну, в общем, как говорят, самолет это марка с плохой репутацией. Сейчас тяжело говорить, виноват ли этот самолет, что произошло, а вот что произошло, попросив разрешение на посадку этого самолета, летчик, да, ему такое разрешение дали, он, значит, сделал, с первого круга он не мог пойти, не вышел на посадочное, он сделал второй круг, и потом почему-то на скорости, в два раза превышающая скорость посадки, он начал снижаться, ну, и то, что летчики называли, сделал тройного козла, то есть он очень жестко сел, наверное, сломало стойка шасси, стойка шасси, пробило бензобак, вспыхнула, значит, задняя часть самолета, начался пожар, в это время он второй раз, значит, подпрыгнул в воздух, и третий раз ударился на землю, а вот что произошло потом, это и вызывает сейчас так много обсуждения на интернете, так как загорелась задняя часть самолета, там пытались открыть, у самолета вообще есть четыре запасных трапа для выхода, в случае такой аварийной посадки, но два находились сзади, и, конечно, во время пожара открыть их не могли, да, собственно говоря, и не должны были открывать, потому что пожар бушевал на всю катушку, Стюарт, который молодой мальчик, который находился там, ему 21 год, Максим Моисеев сделал все возможное, чтобы как-то, ну, организовать выход пассажиров вперед, а две девочки, которые бы находились впереди, они все же открыли запасные двери, и выбросили вот эти надувные трапы для аварийного спасания пассажиров, и вот тут произошло, чем сейчас пистолетит весь русский интернет, часть пассажиров, вместо того, ведь дороги каждые секунды, хорошо видно, вот, кто из вас смотрит интернет, хорошо видно, как из горящего самолета, из этих надувных трапов, часть пассажиров выходит без багажа, ну, просто бросается на трап, и спускается вниз, скользит вниз по трапу, а вот часть, часть, выхватают свои, очевидно, схватили свои чемоданы, и уже выходит вместе с чемоданами, это и вызвало страшное возмущение, ведь любой человек, который вы летали, и знаете, что любая попытка снятия чемодан сверху, она всегда приходит к задержке, пусть это одна секунда, пусть это две секунды, но там же речь шла о спасении десятков людей, людей, и если вот эти несколько человек, которые схватили, и это хорошо видно, как они спускались, вот бегут пассажиры, раз, два, три, четыре, все скользят по трапу, вдох раз, и задержка, две-три секунды, а потом появляется человек с чемоданом, вот эти две-три секунды, что он задержал, хватая свой чемодан, он, конечно, не дал возможность тем людям, которые были в хвосте самолета, спастись, ну, вы знаете, там погибло 41 человек, сгорело заживо, и человек, там, по-моему, 7 или 8 в разных состояниях тяжести находится с больницей. Вопрос заключается в том, что на интернете хорошо слышно, как стюардесса объявляла все же, что не брать вещей, а быстро выходить на аварийные трапы, и все же, несмотря на это, вот отдельные люди посчитали, что их вещи, их персональные какие-то вещи дороже, считали они в этот момент, или они находились под стрессом, или это присуще вообще человеку, что надо схватить свой чемодан, или там свою какую-то котомку, может, они вообще не думали о тех пассажиров, которые сзади самолета, но факт остается фактом, вот такое поведение отдельных граждан, конечно, вызывает возмущение, а вообще, вопроса возникает больше, чем нужно, например, сразу же дикторы объявили, посмотрите, как было хорошо организовано аварийное спасение, там, по закону, по регламенту порагается 90 секунд до того, чтобы эвакуировать самолет, а эти пассажиры были эвакуированы якобы за 56 секунд, смотрите, какое героическое это, как это сделать, ну это же глупость, ведь 90 секунд предусматривается, по регламенту, если спасти всех пассажиров, вот представьте себе, что первые 10 пассажиров выскочили из самолета, остальные сгорели, за 20 секунд, первые 10, которые находились в бизнес-классе, так при чем здесь 90 секунд, ведь вопрос же заключается, и пошло, и пошло, ну и тут сегодня, вот я смотрел интернет, там уже 135 тысяч человек подписало петицию снять этот эксплуатацию временно самолет с эксплуатации этот J-100, чтобы пока вот не будет выяснена причина катастрофы, но министр транспорта России вчера на пресс-конференции заявил, что он не видит оснований снимать самолет, что самолет хороший, и пусть он себе продолжает летать. Может быть это так, может быть это по-другому, но там, еще раз повторяю, возникло вопросов больше, чем на них возникло в ответах. Сгорели люди, почему сразу не ждали этот самолет, уже пожарные машины, почему они подошли через несколько минут, ну и пошло, и пошло, и пошло, почему самолет, или это неопытность летчиков, почему он с такой скоростью заходил на посадку, в два раза превышающий нормальную скорость. Дело в том, что сейчас же в современных самолетах нет штурвала. Летчик управляет, вот если вы играете в компьютерные игры, вы знаете сейчас, ну как вы стыком пользуетесь, управляя там компьютерные, точно так же в современном самолете. Штурвала нет, может быть летчики были не опытные, недостаточные опыты, может быть это гроза или молния, которая ударила самолет, повредила какие-то приборы, может которые не показывали скорость посадки, ну и так далее, и так далее. Но факт остается фактом, поведение вот этих отдельных пассажиров, которые хорошо видны на аэродроме со своими чемоданами, это конечно вызывает очень-очень возмущение. Аналогичный случай произошел несколько лет в Японии, там загорелся при посадке самолет, на борту которого находило 300 пассажиров, не 71, а 300. И все до одного в очень организованной форме, без всяких чемоданов, без всяких кульков, без всяких ничего, покинули этот самолет, используя надувные правды, все остались, к счастью, все остались живы, но вот эта организация, вот этот менталитет японцев, по сравнению с менталитетом отдельных пассажиров этого самолета в Москве, конечно, вызывает много и много вопросов. Вот, ну а что я могу вам сейчас пожелать, через сегодня седьмое, через два дня в Москве очередной военный парад, очередные пролетят сверху 70 самолетов, снизу пройдут тысячи военнослужащих, вообще интересно, вот в Москве военная тематика с каждым годом проходит, чем больше лет проходит с момента победы, вы же знаете, что до 65-го года военный парад вообще в Москве не проводился, 9-го мая, потом сделали официальным праздником, а сейчас, сейчас даже какая-то мода, вот вы если посмотрите интернет, то в Москве куча машин, десятки, а тут тысячи, на заднем стекле, на которых написана наклеенная этикетка, на Берлин, ну, такая мода, значит, сегодня они идут на Берлин, вот этот ультрапатриотизм, конечно, праздник-то большой, и все это прекрасно понимают, но вот так его перевернуть в такую сторону ультрапатриотизма тоже вызывает много вопросов, но я вам желаю все равно хорошего праздника, большой-большой праздник, День Победы, и всего вам доброго. Спасибо огромное, Ян, вам также всего хорошего, здоровья, счастья, и услышимся на следующей неделе. Будьте здоровы.